Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «В контексте» ее ведущий Владимир Илларионов. Сложилась добрая традиция, что севастопольцы, возвращаясь из дальних странствий, сразу приезжают к нам на студию. Такое своеобразное приложение к программе «Крымский маршрут». Можно назвать его «Крымсчан маршруты» или «Крымские маршруты за рубежом». Итак, сегодня у нас в студии Олег Литвинов и Вячеслав Кулешов. Они только что вернулись с острова Цейлон, который сегодня все называют Шри-Ланка. Итак, добрый день! Как вы решили попасть на этот далекий остров в Индийском океане? В прошлом году, еще где-то, наверное, в конце лета, я хорошо знаю Олега, и я знал, что Олег в прошлом году ездил на остров Шри-Ланка, и я задал Олегу вопрос, не собирается ли он ехать на Цейлон еще раз, и можно ли ему составить компанию в этот раз. И Олег согласился, и мы начали планировать нашу поездку еще прошлым летом. Олег, первое впечатление от прошлогодней поездки? Всем очень понравилось. Я ездил с семьей своей, с мамой и с папой, и с коллегами тоже по подводной охоте. Всем очень понравилось, все очень довольны, были в восторге от этой поездки. Там совершенно другие климатические условия, много-много всяких различных животных, попадаешь как в рай. Ну, поскольку у нас здесь вот два члена Русского географического общества в студии, значит, будем разговаривать как географы с географами. Цейлон имеет площадь приблизительно в два раза больше, чем Крым. Это не единственное сходство с Крымским полуостровом. Когда-то этот остров был соединен косой с полуостровом Индостан и составлял одно целое с материком. И только землетрясение и цунами смыло эту косу. И вот теперь 23 километра пролив между Цейлоном и Индией. Насколько сегодня чувствуется присутствие Индии на Цейлоне? Ну, Индия сама по себе очень разная. Южная Индия очень сильно отличается от северной, от восточной, от западной. И, в общем-то, попадая туда, индийские мотивы чувствуются. То есть у них есть, действительно, их культуры, они родственные. И очень много общего есть между культурой Шри-Ланки и культурой Индии. Но у них свой народ, сингалы. У них свой сингальский язык со своей письменностью. И, как бы, у них и индуизм, и мусульманство, и буддизм, и католическая вера. То есть у них все это есть, и все это живет, в общем-то, в мире друг с другом. Олег, на каком языке общались с местным населением? Ну, на английском старались общаться. На ломаном английском, насколько это позволяло наше знание. Ваше знание или знание цейлонцев английского языка, они в совершенстве владеют? Молодое поколение очень хорошо знает английский язык. Старшее поколение, ну, в большинстве своем не знают язык. А молодое очень хорошо владеет английским языком. И на английском языке, в принципе, легко с ними общаться. Что касается религиозного состава населения, 80% буддисты на Шри-Ланке, 2% христиане, ну, из этих 2% христиан, 80% это католики. То есть, в общем-то, христианства православного на Шри-Ланке нет. Итак, ваш прилет, когда и как вы туда попали, каким образом? Мы купили билеты еще в середине осени, чтобы поехать туда в феврале. Все знают, что если заранее покупать билеты, это выйдет значительно дешевле, чем покупать... Вашел через какие... Значит, мы летели через Москву в Дубай, из Дубая, ну, без пересадки на Мальдивы. И, ну, на Мальдивах из самолета они выпускали. И, соответственно, после этого уже самолет летит в Коломбо, в столицу Шри-Ланки. Вот, а уже из аэропорта ходят такси, то есть государственные такси по всему острову. И, в принципе, можно скоперироваться и с отечественниками, которые массово летят туда в этот же период. И разделить расходы на такси, добраться, в принципе, до очень недорого, в любую часть острова Шри-Ланка. Выбирали пятизвездочный отель или место для палатки? Нет, путешествие вообще была сама авантюра. То есть я имел фотографию каких-то там наших соотечественников, что они вот в этом месте, где-то там были, место они не называли. И фотография дома, точнее, это было видео. Я из видео вырезал фотографию, распечатал ее, ну, через Google Map нашел это место, приблизительно, что оно там. Мы со Славой посовещались, пришли к выводу, что это действительно там. Приехали в два часа ночи и искали это дома. В итоге нам удалось это найти, мы приехали туда, дом полностью заселен, как бы не было возможности в нем поселиться. Но нас оставили переночевать там, а на следующее утро местные жители нашли нам уже приличное жилье. Первый раз слышу о таком оригинальном способе поиска жилья, по фотографии предыдущих коллег-туристов. Ладно, цель вашей поездки на Шри-Ланку все-таки, наверное, не общение на английском языке с местным населением, а какая-то другая. Ну, насчет общения это тоже очень отдельная тема. То есть мы, ну, с местным населением, конечно, тоже очень много общались, делились. Ну, они рассказывали про свою страну, мы им рассказывали про Крым, про Россию. Очень было интересно поговорить с многочисленными иностранцами, которые там были из очень разных стран. Из многих стран Европы, были из Австралии, были из Новой Зеландии, Англии. То есть общение было очень интересным. Но основная, конечно, цель нашего посещения гострова Шри-Ланка – это была подводная охота. То есть мы как бы с Олегом подводные охотники. Вот мы как бы входим в наше сообщество подводных охотников Крыма и Севастополя, в Ассоциацию подводительности Крыма и Севастополя. И нам было очень интересно понырять в Индийском океане, поохотиться там на местные виды рыб, ну и, соответственно, отведать их. То есть с экстрономической точки зрения. Насколько богата подводная фауна на Шри-Ланке? Очень богата. Много коралловая рыба. Ну, мы преимущественно охотились на пелагическую рыбу. Ну, то есть проходную рыбу, так называемую. Это хищная рыба, это ваху, барракуда, различные виды карангсов. Ну, как бы хотелось взять трофея. Хотелось взять тунца, но тунца, к сожалению, взять не удалось. Но, тем не менее, вышли с трофейными рыбами. Это ваху, карангсовые там были. Барракуда – это акула? Это щука. Ну, грубо говоря, да, это щука. Это типа макрели, под вид макрели. Большая? Большая, 14 килограмм, длиной полтора метра. В первый же день, как только взошло солнце, вы отправились сразу в океан. Так? Ну, почти так. Почти так, да. На следующий день мы переночевали, ночью приехали. И после обеда на следующий день мы пошли на разведку, на подводную охоту. Слава, для тебя это первое по окружению в Индийском океане? В Индийском первое. То есть до этого я нырял несколько раз в Красном море. И вот в Индийском океане нырял впервые. То есть вообще в океане, а не в море. Ну и впечатление, вот самое первое. Так, как наше Черное море. То есть прозрачность воды сопоставима. Рельеф дна, в принципе, тоже достаточно похож. То есть глубины там не очень большие. То есть 12-14 метров возле берега глубина. Тоже, ну, сначала идет каменный рельеф, переходящий в песок. Прозрачность воды там 7-10, ну, 12 метров, не больше. То есть просто поражает. Ну, кораллов там не все в кораллах, как в Красном море. А кораллы фрагментарно где-то растут. То есть поражает то, что там очень много живности. То есть запуская, ныряя даже возле берега на небольшую глубину, сразу тебя окружает огромное количество небольших, ну, по тем меркам, рыб. По нашим меркам это, в принципе, уже вполне себе съедобные большие рыбы. И, ну, конечно, есть местные особенности. Это, во-первых, вода 28-30 градусов в море, то есть очень теплая. И там океанский накат, то есть волна. Волна там есть постоянно, и она совершенно не такая, как морская. То есть это больше похоже даже не на волну, как мы ее привыкли вот с детства в море видеть. Это больше похоже на какое-то течение. То есть вода просто вздымается и накатывается на берег мощной волной. Давайте попробуем проиллюстрировать ваш рассказ в вашей же видеосъемке. Итак, видео с Шерланки. Самолетом какой авиакомпании летели? Emirates. Да, Emirates. А это вот первое утро ваше, да? То есть дом прямо на берегу стоял? Нет, это не первое утро. И вот мы предостережем людей брать дом прямо на берегу, потому что океан шумит очень сильно, постоянно. Там очень высокая влажность, а возле океана она еще более высокая. То есть это вот окрестности, это джунгли. То есть местные жители не пытаются там строиться у первой линии на прибое? Самое удивительное, что пытаются. Пытаются, да. Да, то есть вероятно туристы все-таки клюют на это и хотят жить возле берега. Но у них случаются разрушительные цунами. Последний цунами был очень мощный, по-моему, в 2004 году, да? Которая в 2004 году, когда было в Индонезии мощное землетрясение. И все подсносило очень сильно, очень много. Над ним мы находили грузовик. То есть Индийский океан не самое тихое место в мире. Там нет землетрясений, но там бывают мощные цунами. Вот типичная волна. То есть это вот волна там такая, ну, почти всегда на самом деле. То есть очень вот с такого каменного пляжа зайти в море и выйти потом из него очень тяжело. Ну, это вот видны последствия того цунами. То есть вот возле берега прямо, то есть это вот прямо на береговой черте. И все еще восстановлено. То есть может быть есть какой-то хозяин, который не хочет это восстанавливать. Но вот стоят дома в таком состоянии полуразрушенном. Морские жидки. Надо быть все-таки аккуратным. Это прямо на береговоде? Но не в камнях больше. Где песочные пляжи, там их нет. Они прячутся в камнях. Поэтому для обычного туриста, пляжника, как бы, проблем с ними не было. Вот грузовик. То есть он достаточно далеко от берега. То есть мы с вами не поняли, как он там мог очутиться. Но потом как раз вот связали это с тем разрушительным цунами. Объекты военно-исторического туризма. Можно и так, с вами, да. То есть на острове Целон была гражданская война. Но вот ее, как бы, следов мы не видели. Может быть, в тех краях ее она не затронула. Вот рыбное изобилие. То есть рыб вот. Это прямо возле берега. Огромное количество рыбы, стаями. Любой разнообразной, красивой, коралловой рыбы. Краски здесь ярче, чем в Черном море. Конечно. Конечно, да. Рыба более красочная. Природа красивая. Да, кокосов. Кокосов там все растет. Пальмы. Кокосов очень много. То есть у нас бутылки на берегу моря валяются, у них кокосовая речь. У них тоже бутылки валяются, но в перемешку с кокосами. Ну, конечно, подводная охота. То есть то, ради чего мы, собственно, туда поехали. Везли с тобой очень много снаряжения и охотились на океанских рыб. А потом ели их. Есть ли там какое-то ограничение по видам рыбы, которую можно добывать? Ну, местные нам сразу же указали на их пожелания, как бы, их правила, как они их видят. Сказали, что коралловую рыбу не стрелять. Ну, не просто коралловую, а цветную рыбу. Много дайверов, они наблюдают за этой рыбой. Так, а это что за зверь? А это осьминог. По ошибке, я думал, он подстреленный. Оказалось, что он не очень подстреленный, и он меня забрал. То есть это очень оказалось сильное животное. Сделал болевой прием на руку и убежал. Да. Это вот карангс. То есть вот Олег подстрелил хорошего карангса. Сколько он весил? 5 килограмм ровно. Это вкусная рыба. Это отряда ставридовых. То есть наша маленькая ставридка может вот такого. Это как? Кобия, да? А, это кавала. Кавала. Да, пятнистая кавала. Тоже очень, достаточно крупная рыба, да? Да, тоже из вида ставридовых она. То есть рыба вся... Вот это больше 5 килограмм, 5,5 килограмм. То есть рыба вся очень вкусная. А это вот маленький фрагмент того, как мы боролись с подстреленной рыбой ваху. Ваху, да. Да. 14 килограмм. То есть вот такая длинная, продолговатая серебристая рыба, очень красивая, зубастая, с большими зубами. Вот это вот. Вот мы ее уже побороли и зубы острые. Ели потом ее очень долго. Такую рыбу надо в засаде выслеживать или ее можно преследовать? Как вот тактика охоты? Тактика охоты – засада все-таки. Я лежал на дне, причем лежал на дне без рельефа, там был песок. Рельеф еле виднелся справа со стороны, она вышла сверху на меня. Она верхней толще воды плавает по поверхности, как правило. Но вышла она где-то метрах на 10, я лежал на 14 метрах. То есть выше меня, и я снизу вверх не оставлял. Вот это индийский олектис, он же уже называется, либо бриллиантовый коран. Видите, как он сверкает. Да, очень красивая рыба. Тоже очень вкусная. Это вот трендный рынок. Также мы ловили лобстеров, осьминогов, каракатису удалось нам взять. Рапанов собирали местных. Что-то похоже на рыбный рынок. Да, это он и есть. Это оптовый рыбный рынок. Оптовый – это от 10 килограммов или от 10 хвостов? В принципе, там можно купить поодиночке рыбу. Но, как правило, оптовые закупщики приезжают туда на своих транспортных средствах. Ресторанов и гостиниц? Не только для местных. Рыночка, ну, по поселкам разводят эту рыбу. То есть там, в принципе, можно купить все рыбное многообразие, которое можно встретить в окрестностях острова. Интересно, если сравнить, рыба у них там дешевле, чем у нас, или такая же дорогучая? Рыба дешевле, но для местного населения она все-таки дорогая. То есть местное население не богатое. Уровень жизни у них поменьше. Да, местное население не богатое, и у них, ну, вообще культура потребления рыбы, на самом деле, она не очень развита. И местные не понимают, как готовить рыбу. Ловят на крючки или сетями, или каким образом, как добывают рыбу для этого рынка? Сетями. В основном сетями, но мы видели, люди ловят и крючками. Я встречал снасти на дне смотанные, спутанные, то есть с толстой леской. То есть есть и закидышек. Это в засаде. Засада. Я лежу и слава не снимаю. И костюм тоже под цвет. Для мимикрии. А наверху скат был, хвостокол большой. Да, большой хвостокол нас сопровождал. У нас уже была с собой рыба, и он на нее нацелился. Это в этом видео или не в этом? Нет, не в этом. Мы встречали акул. То есть я трижды встречал акул, Олег один раз встречал акул. Причем был случай, что акула, я снимал Олега. Сколько минут вы находились в такой засаде под водой на задержке дыхания? Более двух с половиной минут, это максимум. В основном полторы-две минуты. Правильно? Напомним телезрителям, что фридайверы охотятся на задержке дыхания без всяких аквалангов. Стоит отметить, что любая подводная охота, это в первую очередь именно ныряние на задержке дыхания. То есть охота с аквалангом, это не охота, это браконьерство практически по всему миру. То есть если говорим подводный охотник, то подразумеваем, что это просто ныряльщик. В океан уходили все время с берега или какую-то лодку нанимали? Один раз мы нанимали лодку, нам не очень понравилось, потому что местное население не представляет, что такое охота в действительности. Они вот ловят там тунца на закидушку, он там есть, а ты ныряешь, а его там нет. Либо рельефа там нет, негде спрятаться. То есть ты не интересуешь рыбу, она на тебя не выходит. То есть там они на спиннинг, на закидушке могут там поймать рыбу, а ты не можешь. Подводная охота отличается из твоего рыболовка. Либо они, поскольку лодки рыбацкие, может быть рыбаки специально свои рыбные места нам не показывали и отвозили нас там, где рыбы нет. Вполне возможно, да. То есть среди местного населения своих коллег вы фридайверов не нашли? Нет, мы видели, что местные ныряют. Во-первых, местные практически не купаются. То есть мы не видели, чтобы они куда-то плавали. То есть они обычно возле берега там просто окунаются. Пискаются в воде? Да, стоят на дне. То есть мы видели, что они ныряют, но мы видели, что у них были вот эти вот крючки для того, чтобы доставать лобстеров, ну, раковых местных. Я тебе дополню, ты уехал, я видел одного подводного охотника, он с пневматическим ружьем, с 70-кой, наверное, был. Ну, это единственный охотник за все время, который я там видел за два года посещения. Наверное, может быть и неуместно фридайверам, которые пытаются в глубины уйти, задавать вопросы о вершинах. Высшая точка 2,5 километра, там две горы есть такие серьезные. Вы видели вообще вот эти горы или все время были только на берегу океана? Мы на берегу океана, в южных точках. Это центральная часть Шри-Ланки, и мы там, к сожалению, не были. Насколько доброжелательно вас принимало население? Население очень доброжелательное, непривычно даже для нашего слуха. С утра все здороваются, там дети маленькие подбегают, здороваются. То есть, как бы, ну, воспитывает, видно и правительство, и родители воспитывают таким образом, чтобы завлекать туристов, чтобы туристы хотели приехать еще раз. Это было им интересно. Ну, судя по экономическому уровню развития Шри-Ланки, где население на сегодняшний день 20 миллионов, это достаточно много для такого острова, основной экспорт это текстиль, одежда, чай, 20% мирового объема производства чая на Цейлоне, рыба, и что еще есть? Что там еще есть, и что там производится? Специи различные, да? Специи также, что еще можно? Специи очень хорошие. Древесина там опять же есть, да? Цена не только. Насколько они экспортируют ее, но она там есть. Может, экспортируют в ближайшие страны, там, в Индию, там, я не знаю. И вопрос для фридайвера. Вот вы добыли рыбу. В этой рыбу ею питались, или все-таки у вас был какой-то иной рацион? Нет. Рыбу отдавали бедным? Мы в том числе и отдавали бедным излишки рыбы, да, то есть они были. Отдавали бедным, отдавали хозяину дома и питались. У нас была своя кухня, мы могли готовить там. То есть мы жили в мини-гостинице, где была возможность нормальной кухни, был нормальный холодильник, нормальная плита. И мы привезли с собой наше отечественное подсолнечное масло, потому что там они об этом не знают, что такое подсолнечное масло. Готовили рыбу и жареную, и котлеты из нее, и делали сашими. И сырую ели. А мясное население на чем рыбу готовит? Просто на огне, без всякого масла? Нет. Нет, у них есть пальмовое масло, есть овощное масло у них, есть кокосовое масло. То есть они готовят на масле, но оно для нашего вкуса непривычно немножко. Не потому что оно плохое, а потому что... У них кухня очень простая, они готовят рыбу так же, как готовят курицу. То есть это карри, это красный перец, и как бы... То есть они рыбу рассматривают точно так же, как, допустим, так, как мы могли бы приготовить, например, курицу. То есть у них совершенно не развиты мангалы, да, то есть они не понимают, что такое мангал, что такое гриль. То есть они не делают шашлыки, не делают там какие-то кебабы. И как бы вообще уровень кулинарии и кухни у них достаточно не высокий. То есть разнообразие какого-то, прям вот что вы, какая-то экзотики какой-то они не ведают. У них культуры поедания мяса вообще нет, мяса там практически не встретишь. У них много вегетарианцев, и в основном они питаются курицей. Курица, ну морепродукты там в лучшем случае, если есть деньги. Из животного мира кого вы там встречали? Представителей фауны? Там даже в первый день, буквально вот как только мы заехали в этот дом, нам сразу же на забор прилетел огромный павлин. И павлинов было вокруг дома очень много. То есть мы сначала, может быть, подумал, что это какая-то вот такая зона, куда их павлинов согнали, и вот чтобы туристов там радовать. На самом деле это у них обычная нормальная птица, как у нас ворона. Как у нас голубь, не сорока, да? То есть у них очень много вот павлинов вокруг дома. То есть они сидят на пальмах, они очень противно кричат. По ночам очень часто. Очень много обезьян. Обезьян, есть видеосъемка у меня, где более 30 обезьян рядом с домом пробегают. Они лезут в дом, они пытаются что-то своровать. То есть есть вороны, это большие такие ящерицы, может, до двух метров в длину. Причем они спокойно так переходят дорогу, там идешь на пляж, там такой ворон с тебя размером приходят. Орнитологи утверждают, что на Целоне зимуют птицы из Сибири, из России, из Европейской части, из Индии, из Турции даже прилетают птицы туда, на Шри-Ланку. Там более 450 видов птиц, насколько мне известно. Когда-то символом Шри-Ланки был слон. И на коробках с чаем тоже был изображен слон. Слонов видали? Да, видели слонов. В прошлый раз, в прошлую поездку мы с мамой ездили на сафари, ну так называемом фото сафари, там заповедник, и там было много слонов, да, в том числе. Много различных буйволы, также бывают там различные виды белок, всяких. Кабаны. Кабаны, да, да. Спредупреждали, что там эти дикие пиги могут, кабаны, прийти по лесу. И как бы, ну мы, ходя по лесу, то есть как бы, может быть, видели какие-то разрытые куски, то есть, может быть, они действительно туда приходят. Место ежиков дикобразы. Да, по ночам. Патрули с автоматами на улицах. Нет, ничего такого. Полиция без оружия ходит, то есть все доброжелательные, то есть очень, ну, безопасность там полная. Отголосков гражданской войны сейчас уже нет. Вообще никаких проблем. Бирать в тех краях ее и не было. То есть она где-то была на севере, видимо, страны, и в южной области, наверное, не затронула. Вот если планировать дальнейшие поездки, конечно, мир очень большой, можно и на другие острова отправиться, в другие океаны. Есть ли желание вернуться на Шерланку? Ну, Олег уже дважды был. Есть желание, но уже второй раз как бы не так уже интересно, как первый раз было. Хочется открыть какие-то новые места для поездок. Да, то есть там очень хорошо. Там очень хорошо, но просто уже... Хотя там много мест, которых мы не видели. Там она очень разная. Есть прибережная полоса, да, есть гористая местность, там совершенно разный климат, совершенно разные удивительные места. Там есть красивые буддистские храмы, есть куда съездить, есть что посмотреть. То есть можно и вернуться. Позвольте нам свое положение. Остров большой, приблизительно, если его габариты описать, то 430 на 220 километров приблизительно. А если на север острова отправиться, там же, наверное, другой океан и другая рыба. Климат вообще разный, да. Там в северной части, как правило, климат другой в разное. В одно и то же время года, разный климат. Там экваториально, субэкваториальный этот и мусонные, влияние мусонных ветров. То есть северо-восточные одну часть года дуют, да, с одной стороны, потом этот же с другой стороны дуют. То есть полгода дует ветер с северо-востока, полгода дует ветер с юга-запада. И, соответственно, приезжая туда, а в летний, когда у нас лето, у них сезон дождей. То есть туда есть смысл приезжать только вот с где-то декабря, по конец апреля. То есть это вот как раз сухой сезон, когда дуют северо-восточные ветра. И, соответственно, посещать при этом нужно юго-западную, южную-южную-юго-западную часть. То есть там, та часть, где ветер дует с берега на море. Количество осадков? Ну, мы были в так называемый сухой сезон, то есть в конце сухого сезона. То есть несколько раз шли дожди, то есть было пара циклонов прошли. Но в целом было как бы солнечно и достаточно сухо. Они не затяжные. Вот только один день был такой день, что полностью целый день шел дождь. А так это вот мы месяц прожили. Состояние пляжей. Можно ли ставить их в пример нашим коммунальным службам? Конечно. То есть песчаные пляжи в очень хорошем состоянии. Они, понятное дело, оборудованы только если возле какого-нибудь отеля. Но они длинные песчаные пляжи, вот как показывают обычно какие-то райские острова, то есть с пальмами, с кокосами, валяющимися на земле. И из-за того, что там все время идет вот эта волна, она намывает вот эту очень ровную, очень твердую поверхность. Соответственно, смывает любой мусор и любые какие-то вот пляжи идеально чистые. Где места массового отдыха, там местные жители стараются все-таки убирать. Я видел, как они убирают мусор, стараются. Ну, а где не массового отдыха, там действительно есть проблемы с этим. Вымывает мусор. Платный? Нет, платных пляжей они не видели. У них социалистическая республика, и у них море, я так понял, принадлежит народу. То есть доступ к морю никто так не перекрывает, как у нас. Нашли ли вы хотя бы один день посетить буддийские храмы? Да. То есть мы встретили там человека, который говорит по-русски и ориентируется на русскоговорящих туристов. Местные, его зовут Маду. И он нас возил, показывал местные достопримечательности вот в том именно населенном пункте, где мы были. И возил нас в местную забегацию, ну как вот, место, где местные едят, местную еду. Очень интересный такой опыт поесть вместе с местными. И возил нас в буддийский храм, где пятиэтажный Будда, где как раз живет слон. Всевозможные вот какие-то у них древности и вот именно вот такие-то этнографические ценности. Очень много буддийских храмов, очень красивые они. Мы больше были настояны, конечно, подводной охотой и отдых на воде. Как продвигает правительство Шри-Ланки свой туристический бренд на мировом рынке? Вот вы встречали какие-то буклеты, может, в аэропортах вам дарили какие-то проспекты, какие-то фотографии, альбомы? Нет, ничего такого нет, кроме, наверное, улыбок местного населения и постоянное приветствие их. Ну и доброжелательность всеобщая. Да, то есть у нас в России мало продвигается отдых в Шри-Ланке, то есть он малоизвестен, да, то есть все знают, что такое Мальдивы, знают, что это такое Турция, Таиланд, Вьетнам, Египет. А вот про Шри-Ланку очень мало людей знает пока. И какой-то вот прям рекламы у нас в России я так, наверное, и не встречал. Но тот же Маду, когда у них сезон дождей, по его словам, он ездит работать в Санкт-Петербург, и там работает гостиница, там распространяет рекламу именно вот отдыха в Шри-Ланке, и говорит, что это успешно. То есть люди, которых он встречает в Санкт-Петербурге летом, потом зимой приезжают к нему отдыхать в Шри-Ланку. Я благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, следующая ваша экспедиция приведет вас вновь на нашу студию, и мы расскажем о следующих островах в океане, где фридайверы Севастополя могут спокойно охотиться. Да, у нас есть такие планы. Уважаемые телезрители, в эфире была программа «В контексте» и ее ведущий Владимир Иларионов. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова